КОМИКС КРИПИПАСТА ПРОВИДИТСЯ 20 ЛЕТ НАЗАД Свою жизнь я начала как обычное пугало на небольшой семейной ферме. Старый добрый фермер установил меня вместе со своим маленьким сыном. Его сын, он навещал меня каждый день. Несмотря на мою неживую природу, он считал меня своим самым близким другом. Он делился со мной всем. С годами мы стали неразлучны. Я действительно любила его. Но ничто не вечное. Он рос на моих глазах, становился все более отдаленным. И не было ничего, что я могла бы сделать, чтобы остановить это. И что еще хуже, в то время, как я стояла в одиночестве в кукурудном поле, позабытая всеми и гниющая, он начал оказывать все больше и больше внимания к этой человеческой девушке. Я никогда прежде не испытывала такого страдания. Я была истощена и полностью уязвима. А потом, к моему восторгу, в один урожайный день он наткнулся на меня. Он рассказывал мне о своей жизни, так же, как раньше. Он упомянул свою подружку, которая будет должна прийти на свидание в эту ночь. И какие у него очень серьезные планы по отношению к ней. Перед уходом он извинился за свое долгое отсутствие. Он сказал, что это было только потому, что он был слишком занят в последнее время. Я был слишком занят. Все эти дни он находил время для этой маленькой шлюшки, но для своего старого и дорогого друга он просто... Был слишком занят? В этот момент что-то изменилось внутри меня. Я была полностью поглощена ненавистью, которую никогда не чувствовала раньше. Все это, конечно, теперь имеет для меня смысл. Как выяснилось позже, ничего не бывает случайно. Все это было лишь началом. Начало для осуществления его мрачного плана. Так-так, маленькая чучелка. Сейчас ты находишься в довольно затруднительном положении, не так ли? Кто? Кто ты? Только что я... я заговорила? Ну как? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты просто можешь думать обо мне как о друге. А что касается твоей вновь обретенной способности говорить, считай, что это небольшой подарок. Скажем так, малышка, я не мог не заметить того неприятного затруднительного положения, в котором ты находишься. Что ж, ты видел его? Фермерского мальчика. Я... я теряю его. Ты имеешь в виду, что он украден у тебя? Его предательство с этой гусной человечешкой я бы не стерпел. Точка! Что творится в этом мире? Что эта девка может предложить, чего нет у меня? Ну, существует маломальский крошечный факт того, но она может двигаться. Но не волнуйся, малышка, я мог бы помочь тебе в этом, если хочешь, конечно. Все, что я бы попросил взамен, так это лишь крошечное одолжение. Ты... ты можешь сделать это? А-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Конечно! Для такого мощного существа, как я, это детские шалости! Действительно? Но, если ты такой невероятно сильный, то что я могла бы сделать для тебя? Дело в том, что даже в то время, как я действительно являюсь самым мощным существом в потустороннем мире, мои способности несколько ограничены в этом мире. Поэтому мне иногда, время от времени, требуется помощь. Но в любом случае не стоит пугаться. Помощь, которая мне нужна от тебя, невероятно проста. Дар человека! Я хочу... ее душу! Ее душа? Ну как бы я смогла забрать ее, даже если захочу? Это очень просто. Используй это. Косу? Я не понимаю. Как этот простой сельскохозяйственный инструмент должен помочь мне? Да. Но это не просто обычный инструмент. Как ты видишь, я поставил на него мощное заклятие. Ее лезвие моментально пронзает плоть. Ее душа будет поглощена полностью. После извлечения души, у тебя есть ровно один час, чтобы вернуть ее мне до того, как заклинание иссякнет. Ее душа освободится. Имей в виду, что это заклинание работает только один раз. Так что ты не можешь позволить себе какие-либо ошибки. Если тебе удастся, ты сможешь двигаться вечно. Но если не получится, я боюсь, что ты вернешься в свое прежнее состояние. Несчастная. Ничего в этой жизни не дается даром. Так что ты скажешь, дорогуша? Договорились? Так, если я сделаю это, то я буду по-настоящему типа жива. Но я не могу не задаться вопросом, что мальчик будет думать обо мне. О, ты будешь настолько живой, как немногие пугалы могли бы когда-либо хотеть. А что касается мальчика, ну, я думаю, что с уверенностью можно сказать, что он потеряет дар речи. Нет сомнений в том, что он прибежит обратно к тебе. Это единственное, что я когда-либо могла пожелать. Ладно, я... я сделаю это. Чудненько. Я знал, что ты умная девочка. Ну, а теперь это, вероятно, будет довольно больно. Это... это действительно работает. Конечно, это работает. Я ничто, если не человек слова. Я уверяю тебе, я отношусь к своим делам очень серьезно. А теперь, барышня, пришло время для тебя, чтобы выполнить свою часть сделки. Конечно. Сделка есть сделка. Тик-так на часах, ровно полночь, время приступать. Стих, страх, открой глаза, мир теней отворил ворота.